Доброе утро, друзья! Невероятно рад вам снова, потому что новый день, новые возможности. А самое главное, я сейчас еду своей любимой дорогой, проезжая мимо Манежа и поворачиваюсь сейчас с Маховой буду на Тверскую. Тверская вообще одна из самых моих любимых улиц. Как я уже однажды говорил, когда приезжал в Москву, я прогуливался от аэровокзала до Тверской, по Тверской, до Красной площади. Сейчас мы поедем мимо Кремля и вот с удовольствием покажу эти маленькие картины этой красоты, которая открывается моему взору. Сегодня утро, это встреча с Дмитрием Прохоренко в корпорации АИБС. Покажу, как живут глобальные IT-монстры в России. Расшифровывается АИБС очень просто, информационный бизнес-система, просто в английской написание. Давайте посмотрим, что сделано для персонала. Очень интересно. Итак, прямая линия с руководством. Сергей Мацоцкий и Светлана Баланова, в прямом эфире перед нашим опросом. Перевожу в АИБС и получаю деньги за профессионала. Класс! Итак, результаты встречи с АИБС. Было очень интересно, мы пообщались с Дмитрием Прохоренко и выяснили следующие проблемы. Собственно говоря, почему я вообще туда приехал? Меня искренне беспокоит вообще судьба HR, Human Resource, управление персоналом в российских компаниях. Это серьезно, меня прямо серьезно беспокоит. Это болит у меня внутри. Потому что каждый раз, общаясь с Телеменелем, с тем или иным генеральным директором, я понимаю, насколько глубока пропасть в его понимании HR-процессов и что на самом деле происходит. А самое главное, ведь мы вчера говорили и с Викторией Петровой обсуждали, что самая главная ценность это люди. В России самая главная ценность люди, а людьми никто не управляет. У HR-директора не хватает возможностей и технологий для того, чтобы управлять, а у SEO и собственника не хватает понимания того, что HR-функция это важно. Так вот, мы с Димой обсуждали сейчас два самых главных вопроса. Первый вопрос, что необходим базовые, элементарные и очень практические вещи передать генеральным директорам и собственникам о роли HR. И надо создать такой институт HR, обладая, снабдив его IT-технологиями, которые позволили бы ему просто и эффективно управлять людьми в компании. Именно этими задачами я планирую очень серьезно задуматься в самое ближайшее время. Сейчас я иду в музей техники Apple. Круто! Субтитры создавал DimaTorzok А вечером сегодня ждет сюрприз. Об этом расскажу отдельно и дополнительно в вечернем репортаже. В это время Джон Шоу давал семинар для моих партнеров, с которым мы начинаем внедрять его программы в ближайшее время. Скорость – это то, что значительно сокращает время, необходимое для того, чтобы осуществить те или иные действия. Большинство из нас ждут до последнего момента, прежде чем приступить к чему-то. Ну вот и начался сюрприз. Это как раз презентация нового календаря CFT. А вот и главная героиня этого календаря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все очень весело, все очень достойно и очень интересно. Очень много людей и самое главное, все очень прилично. Поэтому получайте эстетическое наслаждение и развешивайте календари CFT у себя на стенах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А по дороге домой мы встретили ревущий кортеж какого-то очень влиятельного политика. Важнейший вывод сегодняшнего дня для меня содержится в одном слое. Это слово я получил в ответ на свой вопрос, задав его одному очень дорогому и уважаемому, и любимому мной человеку. Подумав над моим вопросом, этот человек ответил мне просто. Одним словом. Ответственность. Я не придумал расшифровку слова ответственность, которая бы полностью меня удовлетворила, или которую бы я мог сейчас бравировать перед вами. Нет, я не знаю, как серьезно и глубоко его расшифровать лично для себя. Нет, у меня есть несколько вариантов, и я примерно понимаю, о чем он идет речь. Он для меня гораздо важнее его прочувствовать. Прочувствовать его в действиях, прочувствовать его в мыслях, прочувствовать его в отношениях, прочувствовать его, по сути, в каждом слое. Знаете, люди, которые работают со мной, пытаются найти, идентифицировать свои ценности, у них это получается. И я предлагаю им для этого простое упражнение. Раз в день, вечером, перед сном, нужно выделить одно самое главное событие дня сегодняшнего. Прямо вот взять его и написать. Будь то блокнот, будь то телефон или что угодно. Записав его, нужно перечитать и задать себе следующий вопрос. А почему? Почему именно это событие стало для меня таким важным? И вновь записать ответы. Через вышеуказанный срок, 2-3 недели примерно, можно будет идентифицировать наиболее важные ценности, которыми вы живете в этот период жизни. Если мы добавим сюда еще оценку ваших ролей и прошкалировать их отношения, реализации каждой ценности в каждой роли, это даст вам более полную и реальную картину, по большому счету оно ответит на вопрос, к чему вы стремитесь и от чему вы бежите. Но для меня сегодня ответ ясен. Это ответственность. Понимая это, мое сердце наполняется любовью и спокойствием. А почему? Потому что оно мне определяет будущее. Мне стало гораздо легче понимать в том, что нужно делать. Я желаю вам разобраться с собой так, чтобы вы четко понимали, что вас ждет, что вы цените, что является для вас важным. И я не говорю сейчас о целях. Можно жить и без цели. Но нужно чувствовать себя и понимать себя, доверять себе и любить себя. Желаю вам хорошего вечера и доброй ночи. До завтра.